Нет, вот смотрите, даже в нашей стране за последние 15-20 лет очень сильно атрофировалась смекалка, смотрите, на молодежи. У молодежи нет стимулов для того, чтобы развивать всю эту смекалку. Ну, максимум, там, украсть ответы на ЕГЭ. Ну, что это за смекалка? Раньше было как 8 класс экзамены, 10 класс экзамены, сдавать экзамен. То есть это был элемент такой напряженности, который необходим для развития. А в советские времена, ведь в чём был полное удовольствие? Откуда такие сообразительные советские школьники приезжали в те самые времена ранней миграции в США? И там наш троечник, который там считался вообще секонд-хендом у нас в школе, там становился отличником, крутым сообразительником и, значит, уходил потом в лучшие университеты. Почему? А очень простой системе, потому что в стране-то была система двойных стандартов из самых маленьких, самого маленького возраста. Мальчик и девочка прекрасно понимали, что говорят родители на кухне, не должно быть рассказано сказочнику с Лубянки ни в коем случае. И что система ценностей, которую проповедуют дома, она совершенно противоположна той, за которую ратуют и какие стишки там про Лениной партию читают в школе. То есть ребёнок сразу начинал расти в системе двойных стандартов. То есть он тут же понимал, что надо жить двойной жизнью. То есть все как штирлиц в разведке. Понимаете, там с трёх-четырёхлетнего возраста. Постоянное напряжение. Постоянное напряжение, контроль. Не дай бог про папу чего сказать, что он где там унёс или сменял, или почему мама ходит в заграничных джинсах, а папа дальше Самара не выезжал и прочие всякие фокусы. Попробуй сказать, почему он с мамой ходил в берёзку и там покупал что-то на чеке. У него тут же спросят, каким образом. И так далее. Это постоянно напряжённость. Это постоянно напряжение. То есть это вынужденная система работы мозга. Понимаете, мозг, я уже многократно говорил на вашей передаче, заставить работать невозможно. Если ему гарантируют какую-то минимальную еду, ещё лучше с выпивкой, возможность размножаться, то вот ничего не делать, он готов за очень маленькие деньги. Это мы видели. А пытливость ума, внутреннее желание? Какая пытливость ума? Вот пытливость ума возникает, когда у вас две системы стандартов, которые перекрещиваются между собой. Когда вам надо каждый день крутиться, как чёрт на сковородке, ну, многие не хотят ничего сохранять. Многие хотят жить простой жизнью, то, что называется. То есть есть, пить, размножаться и там растить детей. Покупать всю следующую машину, расширять жилплощадь или там дачный участок. И больше ничего. И это есть признак нормальной человеческой жизни. Хотя, с точки зрения творческой, с точки зрения созидательной, конечно, это не совсем нормально. Но не все могут проявлять творческую...